поздравьте меня я не могу записать с первого раза ничего и поэтому снова второй раз я записываю потому что я случайно нажала предпросмотр вместо записи видео замечательно и 15 минут я рассказывал о том как битя 010 просто просто так так сейчас хоть все правильно вроде правильно запись на запись идет всем привет с этого дня я каждый день буду записывать видео и выкладывать о том как у меня проходят покерные дела и не только покерные расскажу как у меня прошел сегодняшний день я планировала встать в 6 утра но встала 8 и это на самом деле уже прогресс потому что обычно я встаю в часов 9-10 и сажусь играть покер где-то часов в 11 и вообще у меня как-то день так смещен и спать я ложусь в час-два и мне это очень не нравится почему мне это не нравится потому что самые плюсовые сессии у меня проходят до трех часов по моему времени до 15.00 по владивостоку то есть и садится мне лучше играть прям рано утром отыгрывать все все свои сессии запланированные до трех часов дня на меня так обычно не выходит я обычно одно откатаю потом схожу делами позанимаюсь там тренажерку еще какие-нибудь за продуктами съезжу потом позанимаюсь конфи вечером еще отыгрываю я обычно утром у меня плюсовое вечером и очень вот и я решила с этим бороться они сегодня я стала 8 и отыграла одну сессию до 9 с 9 до 3 часа до 12 и потом я съездила в тренажерку позанималась приехала и мы занимались в нашей покерной конфе смотрели как я утром поиграла в общем нормальный утром хорошо даже поиграла люди минал 50 какие-то отмороженные были ну забавно посмотрели на это все было пару ошибок пару мелких ошибок и одна такая хорошая ошибка я не поставила волюбет фиша на теорне потому что нет волюбета мы посчитали во хлопзиле есть волюбет надо это короче еще раз посмотреть и запомнить теперь мне вроде как еще надо покатать три часа но мне если честно я во первых устала после тренажерки очень сильно и мне как-то не хочется я думаю может быть заменить эти три часа теории тем более что мне нужно еще разобрать три раздач подробно одного из участников нашей конференции мы каждый день договорились разбирать раздачи друг друга вот я еще не разобрала и плюс мне еще для покер ability нужно пройти тест на 200 вопросов тест перед курсом мне прислали нужно его пройти какой-то там личностный тест ну ладно я такое все люблю так что это несложно так мне спросили на форуме как бить нл-10 я нл-10 играла но я самого начала своей покерной карьеры начала играть нл-10 я уже рассказывала в прошлом видео слила 30 бои потом взяла тренера я вроде как уже все секреты рассказала тренер сказал мне ставь один катбет и все и так я била и нл-10 вот все секреты покера все вам открыты на самом деле сейчас я так не считаю но тогда нл-10 бился даже так нормально ну как как-то бился мне кажется где-то в 4 бб на 100 отбился таким образом один катбет и все ну это в принципе было три года назад я не знаю сколько это сейчас работает но потому что я вижу у нас есть парень который нашей конференции играет нл-10 потому что я вижу что там творится на нл-10 надо просто играть спокойно по теории нет не занимаясь какой-то ерундой не делать какие-то непонятные вообще сумасшедшие блефы вообще стараться мне кажется на нл-10 надо меньше блефовать но если вы тут прям не бьется не идет ну вы попробуйте как-то не вносить в свою игру кучу каких-то непонятных для вас линий а постарайтесь найти статьи может быть видео обучающий для вашего лимита понятные вам со стандартными линиями и играть стандартно и я думаю что будет все нормально и не надо придумывать никаких там я сейчас поставлю треть на терни я поставлю овербет и вот вот такие какие-то замудренные линии которые вы там где-то посмотрели видео для там на нл-200 и нл-500 ничего такого не надо и я разговаривала сегодня со знакомым и спросила его как он считает можно сейчас бить нл-10 что для этого нужно знать и он мне сказал что нужно понимать причину для ставок и мне понравился этот совет нужно это вроде кстати такой тоже достаточно стандартный совет вы должны понимать для чего вы здесь ставите вы должны найти статьи почитать и понять и каждый раз перед тем как вы делаете ставку вы должны понимать с какой целью вообще делаете эту ставку вот если бы меня спросили где учиться что читать просто вот я сейчас в основном как занимаюсь на покер абилити потому что я считаю что на покер стратеджи но у меня на покер стратеджи принципе никогда не было там какого-то статуса продолжительное время что прям там заниматься но я если честно там прочитала только какие-то стандартные статьи и видео особо никогда не смотрела и на тренировки вообще никогда не ходила и интересного там особо не а ну хотя внутри вот мой хвороб которого я занималась у него хорошие были тренировки вот их я смотрела я помню да еще были какие-то тренера но я не знаю сейчас они ведут тренировки или нет потому что я полностью занимаюсь на покер абилити причем я сама нашла этот сайт то есть меня туда как бы не зазывали особо я сама нашла взяла 10 дней пробный период мне понравилось я купила абонемент сама пила абонемент 120 долларов вроде он стоил так что это как бы не реклама потому что мне с этого ничего я несколько месяцев покупала абонементы сейчас у меня есть абонемент за счет того что я там выиграла конкурс блогеров поэтому этот месяц у меня бесплатный абонемент а вообще я сама покупаю абонемент занималась сначала ходила просто на тренировки мне нравилось а потом основатель этого сайта йорк сказал что ты страдаешь надо читать раздел стратегии и вот для как раз митов нл 10 я бы посоветовала прочитать вот хотя бы первые три раздела стратегии тем более что там за 10 дней хотя бы за 10 дней один можно раздел вроде прочитать но он важный хотя бы для нл 10 там как раз про причины для ставок бэдсайзинге 10 дней пробный период зарегистрироваться и прочитать и просто посмотреть видео и понять что это из себя представляет мне почему понравился цель потому что информация простая структурированная понятная и в голове просто как-то по полочкам все расставляет а например на том же покер стратеги ты смотришь разные тренировки они но есть курсы тренировок но ты там посмотрел у одного тренера про 3 бета у другого про 4 бета все это вот так вот смешалось другого про пенрейза и ты просто сидишь и вот разные тренеры разные подходы ты вроде разные подходы применил изучила как применять не очень понимаешь это все на покер абилити как-то структурированный ты хоть для себя понятно и там уже можно вносить изменения по своему уровню по росту скилла вот я бы наверное если бы да я сейчас хотел сказать что я если бы 010 была его занималась на покер абилити но я и сейчас в общем это делаю сейчас планирую в курсе участвовать и заниматься активно так что вот так вот в общем играть спокойно и найти хороший курс какой-нибудь хорошие статьи изучить их и и следовать концепциям из этих статей и заниматься вот кстати очень важно вообще чтобы бить любой лимит вы должны вообще покером постоянно заниматься теории меня были такие проблемы я позанимаюсь позанимаюсь потом заброшу меня вроде как идет 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 потом бац и его по сейчас мне тоже самое я пока занимала занимала занималась мне все хорошо было сейчас я на две недели как-то немножко забросил забросила но я как бы в конфе занимаюсь через день на сама как-то уже так вот и надеюсь 8 апреля там когда начнется курс у меня прям все пойдет здоровых занятиями и скаткой и вообще потому что много покеру буду времени уделять вроде все что хотела рассказать рассказала я немножко подвисали извините потому что у меня уже 7 часов вечера и я устала после тренажерки так всегда спать хочется так что всем пока до завтра пока 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 să пока